Миндальное молоко, креветки, свежайшая красная рыба, папайя, манго, кокосовое масло. Часто именно таким довольно экзотическим продуктам отводится главная роль в правильном питании. По крайней мере в статьях из женских журналов и постах стройных блогеров на эту тему. Вот и получается, что здоровый рацион – это не дешевое удовольствие. Но так ли это? Если питаться фейхуа, киноа и другими модными названиями сейчас, которые уже знает, наверное, каждый ребенок, потому что это трубиться отовсюду из интернета, действительно, это будет дорого. Когда, например, говорят о пользе авокадо, потому что это обалденный фрукт, то никто не учитывает то, что у кого-то действительно авокадо растет под балконом, да, он вышел и сорвал себе, а для нас это привозной продукт. Действительно, мода на здоровый образ жизни на Западе началась раньше, и отечественные зоживцы часто просто копируют полезные рецепты без учета нашей среды обитания и цены раскрученной еды и ссылаются на заморские исследования суперпродуктов. Всему есть замена, нет ничего незаменимого. Поэтому правильное питание – это недорого, правильное питание – это с умом. Здоровый рацион должен быть разнообразным, богатым клетчаткой и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Причем больше всего пользы принесут овощи и фрукты по сезону и местные продукты. Здесь на помощь нам приходят нежирные сорта мяса, птица. Здесь нам на помощь приходит цельное зерно, гречка, овсянка. Здесь нам приходят на помощь свежие овощи и зелень, которые вы забили и в нашем регионе в сезон, и которые многие выращивают самостоятельно. Когда вы видите чия, вы можете смело в каком-то блюде заменить его на семена льна, если мы его используем как веганское яйцо. Здесь мы вспоминаем про нашу капусту белорусскую, про морковку, про другую какую-то зелень, которая в принципе никогда не бывает дорогой. Экзотическими продуктами можно себя побаловать при желании, но они не должны составлять основу рациона. И дело даже не в цене, просто ваш организм может быть не готов к ним генетически, а качество и пищевая ценность продуктов, переживших долгое путешествие, вряд ли будут на высоте. Если вы видите, например, киноэ, это не значит, что вам нужно бежать в магазин и покупать пачку киноэ за 10 белорусских рублей. На самом-то деле оно вам может просто не понравиться на вкус. Возьмите другую крупу, которая стоит гораздо меньше, которая вам нравится и которая сделает вас сытым и довольным. Яблоки, груши, сливы – это то, что есть и в наших широтах, то, что есть в Беларуси в изобилии, но и это никак дорогим назвать невозможно. Вывод напрашивается сам собой. Дорого обойдется модное питание, а здоровый рацион по карману каждому.